Губернатор Турцкий В том числе по вопросам, поставленным областной думой. И ежегодное послание о положении в области. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добрый день, уважаемые жители города Героя Тулы, Тульской области, уважаемые коллеги, дорогие друзья. Через 15 дней Россия отпразднует большой юбилей Победы. Очень важно было вложить душу в подготовку к этому событию. И у нас получилось. Город-герой Тула встретит Великую Победу торжественным парадом новейшей военной техники, чеканным маршем кадетов и воинов гарнизона, многотысячным шествием бессмертного полка. В этот день и всегда с нами будет память о великом подвиге русского народа, победившего фашизм. 9 мая пронзительная дата. Не все. Потери и горечь, боли и слезы. И, конечно, радость. Ни с чем не сравнимое счастье жить, не зная, что такое терять любимых и близких, не зная, что такое война. Сегодня с нами те, кто подарил нам этот большой праздник. Наши фронтовики, наши почетные граждане Тулы и Тульской области. Это Владимир Сергеевич Королев, участник Курской битвы и штурма Берлина, кавалер Ордена Славы Первой, Второй и Третьей степени, награжден медалью за отвагу, Орденом Отечественной войны Первой степени и Орденом Ленина. Анатолий Михайлович Добровольский, участник боев под Таганрогом и на Кавказе, награжден Орденом Отечественной войны Первой степени и Орденом Красной Звезды. Василий Маркович Мершниченко, участник Сталинградской битвы, с боями дошел до Потсдама, награжден Орденами Отечественной войны Первой и Второй степени, медалью за оборону Сталинграда. Хочу особо отметить, что Тульская область стала победителем конкурса Министерства обороны России на лучшую подготовку граждан к военной службе, организацию и проведению призыва. Оценивалась работа по патриотическому воспитанию, которую проводят наши ветераны. Примером своей жизни вы учите нас, наших детей, любви к Отечеству, гордости за нашу великую Родину. Дорогие ветераны, скажу от себя, от всего сердца, уверен, что каждый в этом зале поддержит меня. Я благодарен судьбе за то, что сегодня, глядя в вам глаза, могу сказать спасибо всему поколению победителей. Вы подарили нам мир, свободу и жизнь. Низкий вам плаклон, дорогие фронтовики. Дорогие друзья, я прошу поприветствовать стоя наших ветеранов. Дорогие друзья, прошедшие годы показали, что вместе нам многое по плечу. Мы создаем в Тульской области новое качество жизни. Это было и остает нашей главной целью. Речь не только о материальных благах. Мы многое делаем для укрепления духовных ориентиров, источник которых в нашей истории и культуре. Мы восстановили колокольню в Тульском Кремле. Завершаем его масштабную реставрацию. Стены нашей святыни еще не видели такого размаха работ. Это сердце Тулы, и сегодня оно бьется с новой силой. Мы открываем музеи мирового уровня, такие как новый музей оружия. В год 635-й годовщины Куликовской битвы завершаем строительство нового музейного комплекса на Куликовом поле. Провели реставрацию Никольского собора в Епифане. Много сил уложено восстановление мемориалов и памятников. Все это символы одной победной истории, одной великой России. Земляки, я горжусь, что мы с вами внесли большой вклад в сохранение наследия Тульской земли. Сегодня, когда Россию проверяют на прочность, эти символы особенно важны. Как живое напоминание, что каждый из нас – часть великого русского народа. Мы ставим большие цели, и сегодня в новой реальности от своих целей не отказываемся. Да, страна сейчас живет в условиях санкций. Мы прошли через резкую девальвацию рубля и резкий скачок цен. Но я не называю это кризисом. Это новые условия, в которых мы будем развиваться дальше. Для больших достижений нам нужна сильная экономика. За 4 года мы добились хороших результатов. Воловой региональный продукт вырос в полтора раза, и по оценке 2014 года он превысит 360 миллиардов рублей. Объем инвестиций в основной капитал составил за 4 года более 348 миллиардов рублей. Их объем в региональном продукте в 2014 году превысил 26%. То есть вплотную приблизился к плановому показателю 2018 года, который задан в майских указах президента Владимира Путина. Коллеги, сразу напомню. Задача в 2018 году – это рост волового регионального продукта до 500 миллиардов рублей. И доля в нем инвестиций – 27%, а это ни много ни мало – 135 миллиардов. Индекс промышленного производства за 4 года вырос на 52%. Это второе место в Центральном федеральном округе и пятое по России. Начисленная заработная плата за 4 года выросла с 15 600 рублей до 25 700 рублей. По этому показателю мы четвертый в Центральном федеральном округе, и перед нами такие регионы, как Москва и Московская область. Объем отгруженной продукции промышленного производства с 2011 по 2014 год увеличился на 188 миллиардов рублей. Рост 67%. И собственные доходы консолидированного бюджета области в 2010 году составляли 34,5 миллиарда рублей. А в прошлом году увеличились до 64 миллиардов рублей. Прирост 85%. По его итогам в 2014 году мы первые в Центральном федеральном округе. Цифры говорят сами за себя. Нам удалось существенно раскрыть собственные ресурсы. При этом, еще раз подчеркну, не за счет нефти и газа. Наш главный ресурс – это вы, трудолюбивые тулики. Все наши успехи только благодаря труду жителей области. Спасибо вам. Рост тульской промышленности традиционно обеспечили сильные отрасли, машиностроение и химия, металлургия и пищевая промышленность. Главным локомотивом была и остается оборонка. С 2011 года мы провели большую работу по расширению производственных площадок наших предприятий военно-промышленного комплекса. Сегодня 25 крупных оборонных предприятий Тулы чувствуют себя уверенно, включая те, которые буквально несколько лет назад были на стадии банкротства. Заказы тульской оборонки за 4 года выросли в полтора раза. Простой пример. Всем нам и с вами известно зенитно-ракетный комплекс «Панцирь». Разработка флагмана российской оборонки Конструкторского бюро приборостроения имени Аркадия Георгиевича Шипунова. В 2011 году комплекс еще не стоял на вооружении российской армии. Благодаря принципиальной позиции министра обороны Сергея Шойгу в 2012 году «Панцирь» поставлен на вооружение. А сегодня заказы на него расписаны до 2022 года. Причем большинство заказов экспортные. Это тот случай, когда наше оружие не только защищает рубежи родного отечества, но и приносит значительный экспортный доход. Сколько еще примеров, когда в создании военной техники тульские оборонщики совершили технологический прорыв. Сегодня вне конкуренции. Бахча, панцирь и торнадо, бережок и ураган. С большой гордостью мы ждем их появления на параде победы 9 мая на Красной площади. Усилиями регионального правительства наших тульских оборонных предприятий при поддержке военно-промышленной комиссии России сохраняется значительный объем государственного оборонного заказа. В прошлом году по программам гособоронзаказа мы поставили на вооружение российской армии продукции почти на 20 миллиардов рублей. Да, мы держим позиции передового оборонного центра, но мы можем больше. Необходимо создавать производственные цепочки, обеспечивать большую кооперацию предприятий. Оборонная отрасль – это вопрос национальной безопасности. Мы должны обеспечить замещение импорта в оборонно-промышленном комплексе и выполнять госзаказ без использования иностранных компонентов. Наше преимущество – это готовность уже сейчас выпускать станки для нужд оборонки. Три года назад мы задались с целью создать на своей территории федеральный станкостроительный центр. И сегодня мы видим результат. На Туламаш-заводе заработало сборочное производство станков. Пусть пока отверточное, но это только начало. Оно будет совершенствоваться. Уже сегодня тульские оборонные предприятия закупают тульские станки. Создано научно-производственное предприятие, которое решает задачу возрождения отечественных технологий станкостроения. Разработан проект инструментально-заготовительного производства стоимостью более миллиарда рублей. И треть этой суммы нам помогает федеральный центр. Возрождается наш Тульский технологический институт. В первую очередь, это основная производственная площадка в Басово. Здесь будет восстановлено уникальное производство оборудования специального назначения. В этом году промышленному блоку регионального правительства следует активно продолжать работу по укреплению военно-промышленного кластера. Это наш вклад в обороноспособность России. Другой наш конек – металлургия. И в ней тоже стоит задача замещения импорта. Проект «Тул-Чермет Сталь» будет завершен в 2016 году. В регионе заработает металлургическое производство полного цикла. Это решение сразу нескольких задач. Постепенно откатся от экспорта тульского чагуна в пользу производства стального проката. Сейчас наши заводы «Строиндустрия» и «Машиностроение» везут стальную заготовку из других регионов. В скором времени смогут покупать ее дома, в Туле. И опять же, это пример, когда новые производства, важные звенья производственной цепи получают прописку на тульской земле. Теперь в целом об инвестициях в тульскую промышленность. За прошлый год реализован ряд крупных проектов. В Советске запущена вторая очередь фабрики компании «ССЕЙ». В Алексине заработал новый завод «Спецстежмаш» и третья очередь производства компании «Стеклозаводы». По итогам прошлого года в экономику региона привлечено более 95 миллиардов рублей. Возрождается наш тульский технологический, на очереди еще ряд промышленных объектов, которые включаются в работу в ближайшие месяцы. В химической отрасли выходит на новые мощности новомосковский азот, а в строительной сфере расширяет линейку продукции компания «Гипскнауф». Другой пример – это расширение производства нетканных материалов и полотен компании «Авголрос» и открытие нового цеха производства компании «Юни Левер». Все это проекты с миллиардными вложениями, с применением самых новых технологий. Они обеспечат туликам высокопроизводительные рабочие места и достойную заработную плату. Продолжается развитие индустриального парка «Узловая». Его якорным арендатором уже стала компания «Грейт Волл». В июне китайские партнеры приступят к строительству фундаментов завода. Их намерения остаются в силе. А это значит, что в 2017 году на нашей территории будет налажен выпуск автомобилей. До конца этого года мы обеспечим парк всей необходимой инфраструктурой. Это усилит позиции региона в конкурентной борьбе за новых инвесторов. Новым производствам нужны энергоресурсы. В этом году пуском 9-го энергоблока завершается реконструкция Черепецкой ГРЭС. Стоимость проекта более 35 миллиардов рублей. К концу года будет завершен вопрос с электроснабжением парка «Узловая». К первой очереди микрорайона «Новая Тула» сети электро- и газоснабжения уже подведены. До 2020 года «Тула Энерго» построит в регионе более 2,5 тысяч километров линии электропередачи. Что касается газоснабжения. В ближайшие два года компания «Газпром» проведет реконструкцию трех газораспределительных станций. В том числе завершится модернизация стратегически важной станции, через которую будет получать газ новый комплекс «Тул-Чермет-Сталь». Особого внимания требует малый и средний бизнес. Сегодня вклад этого сектора в воловой национальный продукт страны всего 21%. А налогов в консолидированный бюджет России чуть более 2%. В 2020 году вклад малого и среднего бизнеса в национальный продукт должен вырасти до 45%. А занятость с ним увеличится в два раза и достичь 35 миллионов человек. На Государственном совете по мерам поддержки малого бизнеса наша рабочая группа вышла к президенту с предложением о том, как этой цели достичь. Мы предложили исчерпывающий перечень мер, готовых к применению. Среди них следующие предложения. Ввести для самозанятых возможность приобретения патента без процедуры регистрации индивидуального предпринимателя. Увеличить доступ для малых предприятий при формировании муниципального и государственного заказа. Создать единый институт финансовой поддержки предприятий малого бизнеса. Мы внесли предложение как в части налогообложения, так и в части доступности кредитных ресурсов и снижения контрольно-надзорных мероприятий. В ближайшее время перечень поручений правительству и регионам будет подписан президентом Владимиром Путиным. Тульская область использует возможные механизмы по развитию бизнеса. Помимо субсидий и грантов для малых и средних предприятий, работающих на упрощенке, действует пониженная налоговая ставка 7%. Введена патентная система налогообложения, расширяется доступ к заказам. Но этого недостаточно. Я обращаюсь к главам муниципалитетов. Налоги от малого бизнеса прежде всего пополняют казну нашей местной власти. И вы должны максимально быть заинтересованы в том, чтобы на вашей территории бизнес стал на ноги. Ваша задача в 2020 году удвоить занятость в малом и среднем бизнесе по сравнению с сегодняшними цифрами. То есть ежегодно мы должны создавать 25 тысяч новых рабочих мест. Особое внимание уделяйте развитию предпринимательства в агропромышленном комплексе, в строительной отрасли, в сфере ЖКХ и благоустройства. И в этом вам могут помочь наши программы. Программа капитального ремонта многоквартирных домов, программа народный бюджет, которую мы планируем расширять и увеличивать, и многие-многие другие. Хочу обратиться к производителям. Сегодня вы получаете поддержку. Это важно. Но результат зависит в большей степени от вашей предприимчивости. Делайте привлекательный по цене и качеству товар. Занимайте ниши в сельском хозяйстве, в легкой промышленности, в производстве товаров потребления. Везде для вас есть реальный шанс закрепиться. Мы вам в этом будем помогать. Я верю вас. Предлагаю в 2016 год объявить в Тульской области годом предпринимательства, чтобы еще больше привлечь внимание жителей к возможностям, которые открывает сфера малого и среднего бизнеса. В сегодняшних экономических условиях, в новой реальности, нам важно двигаться дальше. Ставлюсь задачей экономическому и промышленному блоку правительства на 2015 год. Создать в экономике не менее 25 тысяч новых рабочих мест, из которых не менее 5 тысяч должны отвечать параметрам высокопроизводительных. В этом году обеспечить рост волового регионального продукта до 390 миллиардов рублей, с тем, чтобы в 2018 году преодолеть планку в 500 миллиардов. Удержать темпы прироста инвестиций, чтобы в 2018 году их доля в воловом региональном продукте была на уровне 135 миллиардов рублей. Обеспечить еженедельный прямой контакт с системообразующими предприятиями области. Это мощный реальный сектор, в котором заняты десятки тысяч человек. Это огромная социальная ответственность за работников, за их семьи. Правительство региона должно подключиться к решению проблемных вопросов на самом раннем этапе. Очень важно поддержать предприятие в тот момент, когда оно испытывает сложности и трудности, а не тогда, когда оно остановилось и нужно начинать заново. Это требование времени, индивидуальный подход к каждому предприятию, к каждому трудовому коллективу и, по сути, к каждому человеку. Если говорить об уровне регистрируемой безработицы, то за 4 года она снизилась в регионе почти в 2 раза. И сегодня в непростых экономических условиях этот показатель у нас менее 1%. Хотя в феврале в целом, не только у нас в регионе, в целом по стране был всплеск увеличения безработицы, но нам удалось стабилизировать и вернуться на прежние показатели. При среднероссийском показателе более 1,3%. И задача регионального правительства не только удержать стабильную ситуацию на рынке труда, но и предпринять все необходимые меры для того, чтобы снизить этот показатель. Теперь о развитии нашего села. Объем производства за прошлый год вырос на 9%. И, коллеги, вы знаете, что это сложный был год. Помните трагедию на Лазаревском. И для нас в целом увеличение объема производства был одним из вызовов. И это третий результат в Центральном федеральном округе. В сравнении с соседними регионами у нас хорошие позиции по сбору зерна, картофеля, рапса. В прошлом году мы собрали более полутора миллионов тонн зерна. В советские времена, если собирали по тонне на жителей области, это считалось суперпоказателем. У нас как раз такой результат. Но в этом году мы должны собрать больше. Мы должны выйти на планку более 1 миллиона 750 тысяч тонн. Важно, чтобы погода не подвела. Ну, думаю, что фактор погоды имеет место. Но гораздо важнее это увеличить пассивные зерновых. Для увеличения необходимы большие площади. Коллеги, мы прошли через череду весенних пожаров. Из-за малоснежной зимы это было особенно опасно. Хочу обратиться к нашим коллегам-депутатам. Прошу вас выступить с инициативой о том, чтобы ужесточить ответственность собственников земельных участков за ущерб, который причиняет ненадлежащее использование земель. За 2013 год в оборот введено 20 тысяч гектаров земли. В 2014 уже 40 тысяч. В этом году должны ввести 50 тысяч гектаров. И это прямая задача Министерства сельского хозяйства области. Такие площади это внушительный плюс к урожаю. К примеру, это дополнительно 150 тысяч тонн зерна или более миллиона тонн картофеля. Нам нужны свои овощи и фрукты. На полках магазинов, где когда-то были польские яблоки и импортные помидоры, должны быть наши овощи и фрукты. И не по ломовым ценам, от которых покупатель просто пытается сбежать из магазина, причем с пустыми руками, а по доступным и разумным ценам. Ежегодно нужно проводить закладку садов на площади не менее 300 гектаров. В прошлом году заложили 340 гектаров садов интенсивного типа. Через три года собираем первый урожай – более миллиона килограммов яблок. Теперь о мясе и молоке. Мы предлагаем хорошие условия, и к нам активно идут агрохолдинги. Стартовал большой проект «Воловский бройлер». Уже летом здесь появится первая птица. На первом этапе предприятие обеспечит 30 тысяч тонн мяса в год. Для понимания, это треть производства всего мяса в регионе. Другая точка роста – хозяйство Лазаревское, где мы в июле должно появиться новое поголовье свиней. Уже в будущем году мы выйдем на прирост по свинине. В планах предприятия к концу 2016 года восстановить объемы производства. Мы впервые за 20 лет плюсуем по молоку. В 2014 году Тульская область произвела его более 175 тысяч тонн. Почти треть этого объема дает компания «Интеркроссцентр». Это крупнейший в стране молочный комплекс. По темпам роста производства молока мы в числе лидеров Центрального федерального округа. Нам нужно сохранить динамику роста. В послании прошлого года я определил ориентиры по объему сельхозпродукции на 2016 год. Это объемы, которые по мясу и яйцу равны собственным потребностям региона в этих продуктах. По молоку пока это 40%, но это только начало. Чтобы этих показателей достичь, уже в этом году мы должны обеспечить производство молока 190 тысяч тонн, куриного яйца 300 миллионов штук, мясо 95 тысяч тонн. Это все задачи Министерства сельского хозяйства. Теперь о политике расходования средств. Бюджет 2015 года консервативный, как и все предыдущие годы, с невысоким уровнем дефицита. Мы в полном объеме выполним установки майских указов президента Владимира Путина. Более 60% наших расходов – это расходы на образование, здравоохранение, культуру, спорт и социальную политику. Чтобы выполнять социальные обязательства и вкладывать в развитие региона, мы используем заемные средства. У нас устойчивое положение. За 4 года доходы консолидированного бюджета области выросли значительно больше, чем долг. В 2014 году объем долга составил 15,9 миллиарда рублей. По сравнению с 2010 годом его удельный вес с собственным доходом снизился с 37% до 32%. По уровню долговой нагрузки на бюджет мы на четвертом месте среди субъектов Центрального федерального округа. То есть только в трех субъектах эта нагрузка менее ощутима. Новая реальность требует от нас еще более рачительного отношения к бюджетным расходам. Обращаюсь к министерствам регионального правительства, руководителям комитетов, главам муниципалитетов. Деньги налогоплательщиков должны работать эффективно. Они должны работать на благо каждого жителя области. И это ваша задача. Необходим взвешенный подход к участию в федеральных программах и участию муниципалитетов в государственных региональных программах. Трезво оценивайте необходимость их реализации и возможности бюджета по софинансированию. В этом году мы должны полностью перейти на нормативное финансирование. Каждое отраслевое министерство будет работать по прозрачному перечню услуг и нормативам расходов на их предоставление. Особо обращаю внимание на сферу госзакупок. Здесь мы должны усилить эффективность расходования государственных средств. Это и нормирование затрат, и централизация закупок, и замещение дорогих импортных товаров аналогами отечественного производства. В условиях экономии средств мы определили для себя приоритеты бюджетных инвестиций на текущий год. По-прежнему будем строить жилье для переселения из аварийного фонда, строить объекты спорта, дороги. Будем благоустраивать территории и решать задачи народного бюджета. Жилье. В Тульской области за 4 года объем ежегодно вводимого жилья вырос более чем в 2 раза. В прошлом году введено 580 тысяч квадратных метров жилья. Задача текущего года построить более 650 тысяч квадратных метров. Взять эту планку – ответственность Министерства строительства и ЖКХ. Мы обязаны сохранить высокий темп строительства для цели переселения. Согласно майским указам президента Владимира Путина, до 1 сентября 2017 года нам предстоит расселить 16,5 тысяч человек. Это 321 тысяча квадратных метров аварийного жилья. Это самый большой показатель в Центральном федеральном округе. Для расселения аварийного фонда за 2014-2015 годы мы издадим более 160 тысяч квадратных метров жилья. Половина этого объема уже введена в эксплуатацию. Для сравнения, сегодня для переселения из аварийного жилья мы строим в 5 раз больше, чем в 2011 году. Но важным остается контроль качества строительства. Акцентирую на этом внимание Министерство строительства и ЖКХ. В рамках программы «Жилье для российской семьи» возводится новая Тула. Приобрести здесь жилье по льготной цене смогут тысячи семей. Это те, кто имеет двоих и более несовершеннолетних детей, живущих в аварийном жилье, работники оборонных предприятий и бюджетной сферы. Новую Тулу мы строим с нуля. Поэтому в проекте учти все моменты, необходимые для комфорта жителей. Транспорт, коммуникации, социальную инфраструктуру, доступность магазинов. В Новой Туле уже строятся дороги. В первую очередь съезд к новому микрорайону с автодороги Калуга-Тула-Рязань. Говоря о жилье, нельзя не коснуться темы капитального ремонта многоквартирных домов. Новая система капитального ремонта заработала. В этом году нам предстоит провести ремонт почти в 500 домах на 800 миллионах рублей. В будущем году мы обязаны охватить работами более тысячи домов. И мы должны на практике доказать людям действенность в новой системе. Коллеги, опять же, главное – это качество. Не должно быть таких историй, когда трубу поменяли, а пол вскрыли и не сделали. Все должно делаться на совесть, как для себя. Контроль работ – это еще одна задача Министерства строительства и ЖКХ и Фонда капитального ремонта. Но успех программы будет зависеть от всех – от жильцов, подрядных организаций и управляющих компаний. Теперь о строительстве объектов спорта. С 2011 года для жителей открыто 7 новых спортивных комплексов, 2 бассейна, 2 футбольных поля, 86 универсальных спортивных площадок, 350 детских игровых комплексов, 50 мини-стадионов и 18 площадок для силовых тренировок. Уже в этом году мы достроим 4 спорткомплекса – Веневе, Узловой, Шацке, Новомосковске. Откроем 5 новых футбольных полей в Кимовске, Щекине, Суворове и 2 в Туле. Кроме того, в рамках программы «Газпром детям» завершится строительство фоков в Ленинском и Щекине. Задача Комитета по спорту – обеспечить не только своевременный ввод объектов, но и их наполнение. Обращаюсь к муниципальным властям. Спортивные сооружения не должны простаивать. Налаживайте связи с другими районами, организуйте для школьников и студентов спортакиады, готовьтесь к сдаче комплекса ГТО. Подключайте региональный комитет по спорту, если в этом есть необходимость. Мы продолжим выделять средства на благоустройство территорий, не только в областном центре, но и во всех наших районах. Облагораживаются парки, скверы. Приведем в порядок Бунинский парк. В этом году начинается благоустройство парка Богородицкого дворца-музея. Задачи благоустройства дворов, скверов, подъездов и наболевшие бытовые вопросы уже 4 года успешно решает программа «Народный бюджет». В прошлом году объем его финансирования превысил все 3 предыдущих года вместе взятых. Проект востребован жителями. В этом году с его помощью решим еще порядка 500 важных задач. И на этом не остановимся. В следующем году будем увеличивать финансирование программы «Народный бюджет». Продолжается ремонт дорог. Мы ставим себе планку ежегодно проводить в порядок по 600 километров. И мы справляемся. В этом году Тулуавтодор 100% асфальтобетона для нужд региона будет производить сам. Задача Тулуавтодора – обеспечить как минимум 4-х лентнюю гарантию качества дорожного покрытия. Кроме того, становятся современными наши культурные учреждения. В 10 районах области уже появились 3D-кинотеатры, а в этом году жители еще 10 районных центров получат современные кинозалы. Современная инфраструктура, хорошие дороги, ухоженный вид городов и памятных мест – это формула развития туризма. В этот год, год литературы, Тульская область просто обязана сделать упор на образовательный туризм. Тулу – один из символов литературной России. Толстой, Жуковский, Бунин, Тургенев – знаменитые имена, неразрывно связанные с нашей землей. Мы можем и должны показать туристам и особенно, конечно, детям места, которые вдохновляли наших великих писателей. Это Тургеневский бежен луг, это усадьба Хобякова, Белевские монастыри-храмы, в местах, где родился Жуковский, и, конечно, наша жемчужина – Ясная Поляна. Задача регионального Министерства культуры и туризма – включать посещение Тульской области в федеральные проекты по детскому образовательному туризму, ежегодно принимать не менее 10 тысяч школьников. Сейчас мы участвуем в большом федеральном проекте к юбилею Победы. Туристический маршрут «Позади Москва» знакомит детей со всей России с героической историей нашего региона. Необходимо расширять участие Тулы в подобных проектах, чтобы к 2020 году мы входили как минимум в пять общероссийских туристических маршрутов. Коллеги, и хочу перейти к самому главному – семья, дети, здоровье и социальная помощь. Первая из социальных задач – это демография. Наша задача добиться, чтобы демография в регионы пошла в плюс, чтобы сокращалась смертность и росла рождаемость. У нас уже сложился хороший тренд, очень важно его удержать. Если 15 лет назад в регионе разница между рождаемостью и смертностью была почти 25 тысяч человек, то три года назад уже 13 тысяч, а сейчас 10,5 тысяч человек. Но все равно это очень много. Рождаемость – это отражение ожидания людей, прежде всего женщин, когда они принимают решение родить ребенка. Здесь все взаимосвязано – и развитие экономики, и социальная стабильность. Поэтому повышение рождаемости я считаю главным критерием своей работы. В прошлом году у нас родилось 15 206 малышей, почти на 600 детишек больше, чем в 2011 году. Наши женщины стали рожать чаще. Но еще многое предстоит сделать. Мы планируем получить плюс к 2030 году. Как этого добиться? В первую очередь, это поддержка молодых семей, еще более качественное медицинское обслуживание пожилых людей, работа по программе переселения наших соотечественников. В последние годы мы создали свою региональную модель по стимулированию рождаемости и поддержке семей с детьми. Главное – мы сделали поддержку более ощутимой, повысили ее адресность. В прошлом году пособиями и льготами воспользовалась каждая третья семья с детьми. Работают меры поддержки беременных женщин. Введен Институт социального помощника для молодых мам. Услуга, которая не имеет аналогов ни в одном субъекте Российской Федерации. Доказал свою востребованность и кризисный центр помощи женщинам. Отдельный вопрос – это поддержка детей-сирот. В прошлом году мы многократно увеличили выплаты при усыновлении ребенка. Помогаем решать жилищный вопрос тем, кто сразу усыновил троих и больше детишек. Усиленная работа по социальному сопровождению сирот. Продолжаем обеспечивать их жильем. Если в 2010 году передали сиротам всего 28 квартир, то за последние 4 года 642. А уже в этом году планируем передать еще более 400 квартир. Усиление поддержки приносит результат. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, постоянно снижается. И в 2014 году составила меньше 2%. При этом за прошедший год у нас почти вдвое увеличилось число детей, усыновленных гражданами России. Меры поддержки уже доказали свою действенность. Но для людей, которые создают крепкие семьи и рожают детей, важны не деньги, а в первую очередь семейные ценности. Их возрождению во многом должна быть посвящена образовательная работа. За 4 года у нас в 6 раз сократилась очередь в детские сады. При этом обеспеченность местами для детишек от 3 до 7 лет у нас сейчас 99%. Майские указы президента Путина мы успешно выполняем. Чтобы ликвидировать очередь, в том числе для малышей ясельного возраста, у нас ведется строительство еще 5 детских садов, которые мы закончим строительство в этом году. И мы должны с этим справиться и передать садики ребятам. Мы провели масштабную модернизацию школьного образования. Приоритет ближайших лет – это создание единого образовательного пространства для ребенка, которое объединит дошкольное, школьное и дополнительное образование. Первый такой комплекс – центр образования номер один имени Горшкова – заработал в Туле в прошлом году. В него вошли 2 крупные школы и 4 детских сада. Процесс объединения хорошо сказался на качестве образования. Новое учреждение лучше обеспечено оборудованием. У детей шире возможности получения знаний, у педагогов в распределении нагрузки и профессиональном сотрудничестве. В 2015 году продолжим внедрять такой опыт. Прежде всего, учитывая интересы детей и родителей, ни одного решения, не согласованного с родительскими комитетами, мы принимать не будем. Следующий шаг – нам нужно сформировать цепь школа, вуз, работодатель. Важнейшее звено здесь – среднепрофессиональное образование. Производство и образование должны действовать в тесной связке, чтобы ученик знал цех и станок, за которым будет работать. А предприятию важно понимать, что к ним придут на работу молодые кадры. С обеих сторон должно быть четкое планирование. С этой целью в пяти базовых отраслях промышленности уже подписаны трехсторонние соглашения правительством Тульской области, промышленными предприятиями и профессиональными образовательными организациями. В соглашениях приняли участие 60 ведущих предприятий нашего региона. И в 2015-2016 годах мы будем набирать студентов, только если есть заявка от работодателя. Обращаюсь к руководителям предприятий. Коллеги, подготовка специалиста – это 3-3,5 года. Планируйте наперед, чтобы не остаться без рабочих рук. С возобновлением подготовки кадров молодеет и Тульская оборонка. Уже сегодня средний возраст работников в ней около 40 лет. Это большой плюс. Сегодняшним студентам предстоит сохранить преемственность в наших производствах. Прошу Министерства образования, все отраслевые министерства контролировать, как исполняются достигнутые соглашения по подготовке кадров. Социальная помощь. Я хочу привести слова Святейшего Патриарха Кирилла. Ни экономика, ни наука, ни оборона, ни культура невозможны там, где люди утратили мотивацию для служения друг другу. Утратили сознание неоспоримых обязательств по отношению к обществу, в котором они живут. В группе риска, невнимательного к себе отношения всегда люди с ограниченными возможностями. Пожилые и одинокие. Нуждающиеся семьи. У нас в регионе более третье население – это пенсионеры. Десятая часть – инвалиды. Поэтому система социального обслуживания – крайне важный инструмент для их поддержки. Ежегодно мы выделяем на нее более 2 миллиардов рублей. Сегодня она нуждается в серьезной модернизации. Мы будем создавать в регионе многопрофильные центры, которые предоставят весь спектр социальных услуг, в том числе и новые направления – институт социального помощника, институт сиделки, служба комплексной помощи семьям, в которых есть ребенок-инвалид. Обращаю внимание на работу первичного звена во всех профильных структурах. С первого обращения, с первого контакта с социальными учреждениями у человека должна быть уверенность, что его поймут и поддержат. В Тульской области участники и инвалиды Великой Отечественной войны сегодня получают социальные услуги на дому вне очереди, а в скором времени будут получать их бесплатно. Забота о ветеранах и в юбилейный год, и во все последующие годы должна быть особой. Наши ветераны это заслужили. Уважаемые коллеги, я сегодня не могу не сказать о переселенцах с юго-востока Украины. На сегодняшний день к нам прибыли более 10 тысяч человек, четверть из них – дети. Еще год назад мы не рассчитывали, что будем принимать так много беженцев. Но вы знаете, что война не оставила людям выбора. Да, для региона это непросто. Всем необходимо предоставить кровь, обеспечить работу, определить детей в сад, в школу. Но взаимопомощь – это то, что всегда отличало наши братские народы. И мы продолжим помогать и дальше. Больше половины прибывших решили участвовать в программе перереселения соотечественников из-за рубежа. Для региона это и плюс в решении демографического вопроса и дополнительные рабочие руки. Кадры высокой квалификации, которые могут пополнить ряды медиков, учителей, инженеров. Я призываю работодателей предлагать людям вакансии, которые соответствуют их квалификации. Предложите нормальные условия, получите хороших специалистов. Другая острая тема – это чернобыльские льготы. 26 апреля исполнится 29 лет со дня чернобыльской катастрофы. У нас в регионе, вы знаете это лучшими, две трети территории оказались под радиоактивным облаком. Сегодня мы продолжаем работать над оздоровлением территории, это и расширение возможностей медицины, и повышение доступности спорта, в целом создание более комфортных, благоприятных условий. Но я уверен, что вред здоровью государство должно компенсировать и героям-ликвидаторам, и сегодняшним детям и матерям, живущим на загрязненных территориях. В прошлом году на федеральном уровне был поднят вопрос о сокращении границ загрязненных территорий. На 2015 год мы с вами чернобыльские льготы отстояли. Обсуждение продолжится. Мы за объективное и открытое обследование зараженной зоны, с привлечением общественности. Люди должны видеть, на каком основании власть принимает решение. А теперь о здоровье. 2015 год объявлен президентом Владимиром Путиным годом борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. За четыре года смертность в регионе снизилась на 3,5%. В том числе удалось снизить смертность от болезни системы кровообращения. По этому направлению мы с опережением выполняем установки майских указов президента. Но это недостаточный результат, учитывая разрыв между смертностью и рождаемостью, который нам предстоит восполнить. В прошлом году я оставил перед Министерством здравоохранения задачу повысить доступность диагностики и медицинской помощи для жителей отдаленных сельских районов. Уже к июлю этого года откроются новые лечебно-диагностические центры при Щекинской и Узловской районных больницах. Расширяется сеть первичных сосудистых отделений. Пациенты с инсультами получают лечение в районных больницах в Ефремове, Суворове и Щекине. На селе работают выездные бригады врачей. Передвижными диагностическими комплексами за прошлый год обследованы более половины сельского населения в области. В 2014 году мы продолжили обновлять оборудование больниц. Теперь в тульских клиниках есть возможность устанавливать самые современные кардиостимуляторы, измерно оправленных на борьбу с онкологией. Выделю массовое открытие первичных онкологических и смотровых кабинетов. Нужно, чтобы каждый задумался о том, как важно преждевременно пройти все медицинские обследования. Вовремя пройти осмотр и не дать болезни шансов. Расширяются возможности перинатальной медицины. Усиленная работа по профилактике абортов. Сейчас у нас 24 кабинета кризисной беременности, а к концу этого года их будет 31. Только за прошлый год количество абортов снизилось на 20%. Но еще их остается очень много. В прошлом году более 7 тысяч раз женщины принимали такие решения. Я благодарю работу нашего министерства, которое предложило определенные социальные выплаты по заранее постановку на учет наших беременных женщин. Сегодня 90% будущих мам на малом сроке начинают наблюдаться у врача. Тульская область сегодня один из лидеров Центрального федерального округа по привлечению врачей на село. В прошлом году в сельские населенные пункты прибыло на работу 39 врачей, а всего в регион приехало работать 270. Успех кадровой программы определили и выплаты специалистам при поступлении на работу, и то, что начался решаться их же личный вопрос. Задача Министерства здравоохранения в 2015 году привлечь на работу не менее 270 специалистов и добиться снижения смертности еще на 2%. Хочу всем напомнить, что здоровье – это прежде всего ежедневная физкультура, отказ от алкоголя, курение, нормальное питание и уже только потом качественная медицинская помощь. За 4 года число жителей, которые регулярно занимаются физкультурой и спортом, выросло в Тульской области с 15 до 22%. К 2020 году этот показатель нужно поднять до 30%. Это общая задача областного правительства и муниципальных властей, общественных объединений и спортивных федераций. Популярность спорта растет тогда, когда есть яркие спортивные соревнования. В будущем году Олексин примет у себя чемпионат мира среди студентов по спортивному ориентированию на лыжах. Обеспечить самый высокий, достойный уровень мероприятия – это ответственность профильного комитета регионального правительства. Только здоровые люди могут быть по-настоящему счастливы и работать с удовольствием на благо своей семьи, своего города, нашей Тульской области. Друзья, сегодня я больше, чем когда-либо чувствую мощный импульс жизни в нашем регионе. Уверен, вы тоже. Наша цель – новое качество жизни – обретает все более реальные очертания. Я думаю об этом каждый раз, когда вручаю ключи от квартир, когда мы открываем новый детский сад или музей, новый цех или ферму. И главное, на встречах с жителями я вижу вашу требовательность к власти, не равнодушие и уныние, а лица людей, которые чувствуют перемены и хотят большего. От всей души благодарю вас за этот настрой и поддержку. Уважаемые коллеги, я хочу отметить хороший статк в работе нового состава Тульской областной думы. Шестым созывом депутатов принято более ста законов. Поддержана инициатива губернатора о снижении заработной платы на высших управленческих должностях в органах власти региона. Уважаемые депутаты, те решения, которые вы принимаете сегодня, определяют, каким будет завтра региона. Рассчитываю на вашу взвешенность и глубокое понимание интересов жителей. Вы знаете, за последние годы нам удалось вложить новый смысл и понятие в открытость власти. Для нас становится нормой активная гражданская позиция, открытый и доверительный диалог власти и жителей. Считаю, что в этой связи назрела необходимость изменить основной закон региона – устав Тульской области. Сегодня я внесу на рассмотрение депутатов Тульской областной думы проект нового устава. Мы предлагаем ряд нововведений. Это право законодательной инициативы для граждан, право жителей на гражданскую инициативу и народное обсуждение. Одной из первых в новом уставе станет глава об обеспечении и защите прав человека и гражданина. Человек и его интересы для нас на первом месте и в жизни, и в главном документе области. Многие из сегодняшних задач адресованы органам местного самоуправления. Я хочу поздравить вас, коллеги, с прошедшим профессиональным праздником. В первую очередь вы лицо власти для тех, кто живет на селе и районах. От вас ждут действий, помощи, инициативы. Считаю, будут правильным главам администраций и муниципальных образований принимать присягу преступления в должность. Такая традиция уже закрепилась в областном правительстве, в областной думе. Предлагаю сделать ее обязательной на муниципальном уровне, чтобы ответственность за людей, за свою территорию была еще более осознанной. Мы говорим сегодня о новой реальности. Мы не отступим от больших целей, а найдем новые точки роста. Найдем возможности заместить импорт в главных отраслях, обеспечить нормальный сбыт для своих производителей, создать лучшие условия малому и среднему бизнесу. При этом продолжим неукоснительно выполнять майские указы президента Владимира Путина, потому что благополучие людям нужно сегодня, а не потом когда-нибудь. Новые условия требуют от нас неустанного поиска решений и большей рачительности. Но главное условие успеха – это наше желание трудиться, уметь действовать и побеждать. А нам с вами, наследникам великих оружейников, этого умения не занимать. Спасибо. Оглашение ежегодного отчета о результатах деятельности правительства области и ежегодного послания о положении в области завершено. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова